Я поздравляю вас всех, дорогие друзья, с Днём Радио. 125 лет назад Александр Степанович Попов провёл эксперименты, которые дают возможность России претендовать на право считать, что радио изобретено именно здесь. Я тоже имею отношение к радиокомитету по радиовещанию и телевидению, как это называлось когда-то давно. Дело в том, что в 1972 году я пытался поступить в дикторы радио и телевидения. Был объявлен конкурс, и для поступления нужно было всего московскую прописку и диплом о высшем образовании. Причём неважно какой. Вот эта лазейка и позволила мне участвовать в конкурсе, потому что у меня было техническое высшее образование. Прослушивал меня, трудно сейчас в это поверить, сам Юрий Борисович Левитан, человек, голос которого знаком был по объявлению полёта первого человека в космос, окончанию Великой Отечественной войны, ну и так далее. Я пришёл, прочитал басню, прозу, стихотворение, как это и положено. Меня выслушали. Рядом с Юрием Борисовичем Левитаном сидела Ольга Сергеевна Высоцкая. Это тоже история отечественного радио и телевидения. И Юрий Борисович своим бархатным баритоном сказал, ну а теперь вы будете читать новости. И мне дали лист с новостями. Я читал вдохновенно. Я максимально пытался быть похожим на Левитана. Говорит Москва. Говорит Москва. Сегодня в Москву с официальным дружеским визитом и так далее. Я прочитал, мне сказали спасибо. И сказали ждать результата на следующий день. Я вышел из госкомитета по радиовещанию и телевидению на Пятницкой. И я понял, что я не могу уехать домой. Я должен дождаться результата. Я ждал часа два или три. И потом увидел, как из дверей вышел Юрий Борисович Левитан. Я бросился к нему. Говорю, Юрий Борисович, извините, я не доживу до завтра. Скажите, у меня что-то получилось? Он посмотрел на меня сквозь свои линзы. У него были толстые очки. Глаза его были похожи на рыбку в аквариуме. Телескоп. Он так, глаза увеличены. И он мне сочувственно сказал. Вы знаете, дело в том, что диктор, говорил он своим бархатным голосом. Диктор должен скрывать свое отношение к факту. И только излагать его. А у вас получается, что вы все время выявляете отношение к факту. Поэтому вам надо не в дикторы. Вам надо в артисты. Я хотел еще спросить у него. А как в артисты? Куда в артисты? Чего в артисты? Я был совершенно не сведущий в этом тогда. Но у меня в голове крутился только один дурацкий анекдот. Который тогда ходил в советское время про Левитана. Приходит Левитан в магазин, где продает продукты. И говорит, девушка, будьте добры. Мне отрежьте, пожалуйста, 200 грамм от этого голландского. 300 грамм вот от этого российского. И полкило от советского. И вот этот анекдот дурацкий. У меня крутится и крутится. Я стою и говорю, Юрий Павлович, вы извините. Я не знал, что не надо выявлять отношение к факту. Это у меня поэтому у меня, как говорится, сыр и выпал. Он на меня очень внимательно посмотрел. Я думаю, он знал про этот анекдот. Поднял шляпу. Сказал, до свидания. И ушел. С днем радио у вас, дорогие друзья. Радио. Это великое изобретение, которое сейчас помогает нам в трудные минуты в машине. Скородать время во время поездок. Слышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы. Ну, никакой рекламы, кроме рекламы самого радио. С днем радио у вас, дорогие друзья.